Поговорим с Натальей Сорокиной, мамой двух детей и организатором психологической игры для девушек. Наташа, привет! Я знаю, что ты сама очень много учишься, одновременно можешь проходить по 3-4 курса. Расскажи нам, как выбрать то, что действительно принесет результат? Я всегда иду по внутренним ощущениям, по внутреннему отклику, чтобы человек, к которому я иду, его жизнь, его мысли, его ценности совпадали, во-первых, с моими, а во-вторых, чтобы у человека был тот результат, к которому я сама стремлюсь. Ну, ты сама стала сейчас лидером мнения, организовала игру для мам. Почему именно такая аудитория? Какие у мамы есть запросы и боли? Ну, основные боли мам, во-первых, когда женщина становится мамой, ее жизнь становится постепенно, ну, вот помимо просто невообразимого счастья, любви безусловной, которую испытываешь впервые, ну, настолько такую сильную, именно к ребенку, материнской работе, она, конечно, ни с чем не сравнима, ты постепенно приходишь к монотонной жизни, к рутине, и чаще всего у большинства женщин пропадает общение. Общение с ребенком точно остается, но материнство – это же прекрасно, столько счастья от общения с малышом. Как считаешь, разве обратная сторона у этого есть? Есть обратная сторона, когда женщина не понимает, чего она хочет, и вот здесь вот ей важна помощь. Когда я начала ходить к различным курсам и пытаться понять вообще, куда мне нужно идти, как себе помочь, много тренингов, много обучений, которые говорят правильные вещи, действительно правильные, которые помогали, но помогали на короткой дистанции, потому что все-таки у мам есть ребенок и есть обязательства, которые ты никуда не денешь. То есть, например, на тренингах нужно посвящать время себе, нужно восстанавливаться, нужно еще что-то делать, себя наполнять. Да, это безусловно нужно, но как это делать, когда ты просыпаешься, у тебя уже с утра стена изрисована, ребенок плачет, нужно идти готовить завтрак. Вот, когда ты живешь в таком вот круговороте, и ты не знаешь, с чего начинать. В целом, мне кажется, можно сказать, что все курсы, они нацелены на одно, правильно, сделать человека счастливее. Вот, по твоему мнению, счастливая девушка, она какая? А я как раз всю игру, по крайней мере сейчас, я транслирую о том, что счастье, оно у каждого свое, но есть ключевой момент, когда женщина счастлива. Она счастлива тогда, когда она сама у себя на первом месте, то есть у нее удовлетворены все ее потребности, все ее желания. Она в ресурсе, она в любви к себе, и от этого хорошо всем близким, хорошо детям, хорошо мужу, хорошо семье, и хорошо, в первую очередь, конечно же, ей. Наташа, я вижу, что с тобой рядом дочка, ей, видимо, пора спать. Спасибо тебе большое за разговор, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok